Лучшее в стране. На телерадиоканале Страна ФМ. Наверное, что ты вот так по горячим следам пришла и к нам в гости. В общем, будь счастлива. И знаешь, что я хочу тебе сказать? Относительно недавно ты у нас была на интервью. И вот за тобой наблюдая, у тебя какой-то вообще полный дзен. Вот ты создаёшь впечатление абсолютно гармоничного человека. Я тебе в твой день рождения желаю это всё закрепить. Сохранить. Чтобы это, знаешь, было твоим базовым состоянием таким. Никаких внешних влияний, чтобы этот внутренний стержень никак не двигал. Спасибо большое. Пожалуйста, принимай техсоветание. Ну как ты вообще? Как день рождения прошёл? Как настроение? Я прекрасно, собственно, день рождения не отмечала. А, не отмечала? Нет, у меня была вчера съёмка. И, собственно, как-то так. Вот вы знаете, вот с детства, в детстве вообще, в принципе, мы все такие счастливые, радостные. Просто потому, что, наверное, мы есть. Просто потому, что у нас восприятие мира, наверное, правильно, открыто такое. И вот я в последние годы замечала, что как-то день рождения, вот я как будто чего-то жду. Ожидание такое, да? И не происходит. Да. И вот буквально недавно я только поняла, что я, видимо, жду. Дело не в подарках, не в гостях, не в том, как ты отметила. А я вот именно жду вот этого состояния. И вот вы знаете, я думаю, что многие меня поймут, потому что в Новый год они этого ждут. Ну да, да, да. Вот, в принципе, сейчас у всех такое состояние. Мы ждём, вот оно чудо-чудо-чудо должно случиться. Вот что-то случится. В детстве оно случалось, но случалось оно не в том смысле, что там, я не знаю, мешок денег сверху падал или ещё что-то. А вот это вот состояние счастья, оно у нас просто было, понимаешь, да? Да, я очень хорошо понимаю. Вот, собственно, не отмечала. Сейчас вот это вот ожидание, оно порой как будто потом не оправдывается, что ли. Вот легче просто как-то радоваться, понимаешь, не ждать чего-то. Да, нужно просто радоваться. Да. А ты вообще любишь дни рождения? Тебе не грустно перед ним? Перед днём рождения? Ну да, перед днём рождения, в день рождения. Нет, 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 ни до, ни после. Нормально. Нормально, да, конечно. Слушай, ну теперь я тебя как сынок поздравил, как для мамы это праздник. Для мамы праздник, для сына праздник, день рождения мамы. Готовы для тебя какие-то сюрпризы особенные? А вот, кстати, день рождения очень сильно связан с родителями всегда. Да, вот скажи. Вот у меня сейчас растёт сын. Да, сколько, пять лет? И вот его день рождения, да, ему шесть лет будет в январе. Это как-то даже, знаете, для меня праздник. Ну, конечно. Потому что всё-таки я послужила тем самым сосудом, да, вот для его появления в этот мир. Папа тоже принял участие огромное. Конечно. Вот, и для родителей всё-таки день рождения ребёнка — это очень важный праздник. Даже порой, вы знаете, мне кажется, важнее, чем даже для самого ребёнка. Для самого именинника. Для самого именинника. Слушай, ну, вот сейчас ты, мы с тобой вне эфира тоже так болтали, и ты говорила о том, что ты живёшь сейчас за городом. Сейчас у тебя всё равно активная такая артистическая жизнь в Москве. Ты приезжаешь туда. Что ты ощущаешь вот в мегаполисе, вот в эти последние декабрьские денёчки? Очень всё суетливо. Ты в ритме в этом? Он тебе подходит? Я замечаю вообще, в принципе, что все, кто живёт в этом городе, они очень суетливы. И делают, на мой взгляд, очень много лишнего. Я сразу вспоминаю, да, совет психолога, который говорит, вот если вы хотите в жизни как-то вот к гармонии прийти, вот вы распишите на бумажке все свои дела, и вы увидите, насколько много лишнего вы совершаете. Если вы это лишнее уберёте, вы сразу начнёте всё успевать, у вас появится время и на отдых, и на всё. В моём случае, слава богу, я просто уехала из города, я живу за городом. А так вот я замечаю, вот реально у москвичей эта проблема присутствует. Здесь просто есть определённый ритм у города. Ты либо даже вот когда ты едешь по дороге, ты либо едешь в потоке, если ты как-то замедляешься, то ты сразу каким-то вот... Выпадаешь. Ненормальный. Не то что выпадаешь, ты всех раздражаешь. И ты это будешь чувствовать всё время, что ты всех раздражаешь, потому что либо ты очень медленно едешь там, ну вот, собственно... Ну, согласна. У нас сейчас достаточно такая, знаешь, гармоничная композиция. Монатик называется «Работа зашивает душу». Это нас приведёт немножко тоже в такой ритм, и мы вернёмся скоро, друзья, будьте со страной FM. И, кстати, Ирине, вы можете задавать вопросы. Группа ВКонтакте, страна FM, WhatsApp, Viber, 909-928-189. Поздравляю днём рождения. Лучшее в стране. Именинница Ирина Забияка у нас в гостях сегодня. Ну, не только. Исполнительница. Мы сегодня посмотрим ещё твою новую работу, но об этом чуть позже. Друзья, вы задаёте свои вопросы, правильно делаете. 909-928-189-9. И группа ВКонтакте пишет нам твоя тёзка Ира. И спрашивает тебя, как совмещать работу и семью. Потому что со стороны кажется, что у Иры этой проблемы нет вовсе. Научите. И смайлики вот такие. Вообще стоял у тебя этот вопрос? Буквально только что я это сказала. Да. Возьмите бумажку, распишите всё, чем вы занимаетесь, вот, собственно. Уберите всё лишнее и попробуйте вот что-то изменить, даже убрав какие-то лишние. Их может быть немного, в принципе, этих вещей лишних. Но жизнь уже изменится. Опять же, отношение к работе. Возможно, работа выматывает и занимает много времени. Не потому что это от вас нужно, а потому что вы когда-то позволили сделать себя такой, что вас теперь вот разрывают на части. Вот, собственно, здесь что-то изменить. Да мне кажется, всё можно совмещать. При желании. У тебя стоял такой вопрос? Семья, работа, что ты понимала, что где-то идёт перекос? Или у тебя как-то сразу всё, все границы выстроились? И такой проблемы не было? Я всегда стараюсь не позволять каких-то вещей. Ну, это приходит со временем. Это как бы опыт какой-то жизненный. То есть вам будут грубить, если вы это позволяете. Вас будут использовать, если вы это позволяете. То есть если вы аккуратно, тактично, красиво, если надо, и не тактично однажды срежете какие-то вот, ну, то, что вам не нравится. Не надо через себя перешагивать. Вот. И тогда, соответственно, вам будет проще как-то и работать, и жить, и вообще отношения какие-то строить в жизни, да? И, ну, собственно, вот. Смотри, если... Я забыла о чём вопрос. Совмещать работу и семью был вопрос такой. Ну да, да, да. Ну да. Смотри, я смотрела твои соцсети. Ты была в путешествии недавно, правильно? Где? В Киргизии? Нет, это я ностальгировала. Это я была зимой в Киргизии. То есть это год назад? Пару лет назад, да, я была в Киргизии. И мне так вот я сидела. Я поняла, что в этом году кто-то едет там, не знаю, в Африку, кто-то едет. В Азию. А я поеду на попе с горкой. И поэтому я немножко поностальгировала, вспомнила. Я вообще люблю зиму и люблю по возможности всегда вырваться поближе в горы. В горы. Там мне хорошо. Смотри, у нас сейчас твоя композиция скоро прозвучит, и клип «Сердце». Вот ты когда смотришь на свои работы, ну, которым уже там некоторое время, ты как оцениваешь? Просто смотришь, ну, или пытаешься что-то, вот я бы изменила, вот то-то-то, вот тут ошибки какие-то. Работу над ошибками, проводишь? Я стараюсь вообще никогда не допускать мысли о том, что что-то надо изменить в прошлом. Менять надо что-то сейчас. А то, что уже было, то было. В любом случае, еще пройдет 10 лет, и с этих клипов можно будет хохотаться. Знаете, как в свое время я там росла в детстве на группах, там «Доктор Албан» крутился, там «Туан Лимитед». А сейчас, когда смотришь эти клипы, ну, это просто страшно, понимаете, эти лосины. Ну, сейчас уже возвращается по чуть-чуть эта мода, но она все равно как-то подсовременно сделана. Это не совсем махровые те времена, да, и макияж другой, и все. Вот, собственно, я думаю, что они тоже смотрят вот эти клипы свои старые и думают, боже мой, надо же. А с другой стороны, какая я красивая в этой классе иногда. Конечно, конечно. Ну, вот сейчас еще раз заценим, какая это красивая группа «Чили», композиция и клип «Сердце» в нашем эфире. Субтитры сделал DimaTorzok Обняться как одеяло, ты для нее родною стала. Улицы ждут шагов своих прохожих, но на него так не похожих. Это сердце ее не любит, но зачем тогда она его целует? Это сердце ее не греет, но его любить никто так не умеет. Жигала на весор, бросала все письма его, что сама написала. Лишь только огню доверяла Забав все свои, но ему было мало Темную ночь обнять как одеяло Ты для нее родной устала Улицы ждут шагов своих прохожих Но на него так не похожи А то сердце ее не любит Но зачем тогда она его целует? А то сердце ее не греет Но его любить никто так не умеет Темную ночь обнять как одеяло Ты для нее родной устала Улицы ждут шагов своих прохожих Но на него так не похожи Это сердце ее не любит Но зачем тогда она его целует? Это сердце ее не греет Но на него любить никто так не умеет И там, и тут мы видим Иру Забияку Композиция сердца Ваша мама и там, и тут Да, да, да Ира очень прикольно комментирует себя же За кадром О, что там танцовщицы и то, и люди И вспоминают В общем, нахлынули Я, видимо, из невидимых трусов начала В самом начале Да, я в бассейне плыву, как тюлень А в воде вообще Вот мы, когда снимали этот момент Мы поняли, что в воде В принципе, очень тяжело снимать Особенно, чтобы это было красиво Но вода же искажает Идет преломление И уже как бы нет вот этого кайфа Ну ладно, справились У меня Сережа там Карпов снимается Он ржал, говорил Ты как тюлень там плывешь Я говорю, ну вот видишь, так сняли Как телосложение тюленя у меня там Слушай, вот смотри По поводу Просят у тебя люди советы Видимо, ты как этот Психологом будешь Видимо, переквалифицируешься Роман нам пишет Вопрос Ирине Пожалуйста, Ира Назовите несколько книг Которые перевернули вас С ног на голову И три фильма Спасибо Вообще, есть у тебя такое, что Оп, и перевернуло твое сознание Что-то Сознание переворачивается Обычно из-за ситуации в жизни А потом уже вы, соответственно Идете в книжную И ищете какую-то литературу Уже по состоянию Вот так вот вам прям вот советуют Ну, можно почитать интегральную йогу Шри Аурабинда Можно почитать Первоисточники вообще всех религий Это и Библию, и Коран И Пхагавадгиту Ну, и прочие книги Их много очень Как бы все пишут об одном и том же В принципе А так, что прям вот вы проснулись И у вас другое сознание Мне, в принципе, очень нравится Тальтеки Тоже их мироощущения А фильмы? Фильмы? Да В фильмах этого не бывает А из документальных фильмов Я лучше воспринимаю информацию Глядя Читая тексты Читая, нежели глядя на нее Фильмы я, как правило, смотрю обычно такие Для разочинения? Да, вот Даже был восторг, я помню Вокруг молодого папы Я посмотрела этот сериал Мне немножко не хватило Да? Не хватило Мне понравилось Хотелось бы больше мудрости Но это мне Понимаете? Наверное, этот фильм относительно других Я просто, видимо, ждала Ну, как бы мы, когда Слушаем название фильма Мы уже представляем, что мы там должны увидеть Я чуть-чуть большего ждала Поэтому я немножко так вот подрастроилась Но, в принципе, из-за последней серии Из-за последнего диалога Сериал стоило смотреть А кино я даже не представляю, какую Смотри, у тебя Матвей, твой сын Ему будет 6 лет Да Вот, скажи, пожалуйста Просто мне интересно, если серьезно Какие-то уроки он тебе дает? Ну, то есть ты вот понимаешь, что ты меняешься С взрослением сына Ты тоже вот меняешься в лучшую сторону Ну, не знаю, неважно в какую Но вообще какие-то перемены в себе Ты открываешь В себе? Из-за ребенка Да Очень сложный вопрос для меня сейчас Вот так вот быстро В смысле он простой Но как-то надо будет подумать А у нас времени на... На подумать нет На подумать, да, нет Мне нравится его восприятие Такое чисто окружающего мира Его восприятие? Он доверчивый, открытый всем Мне всегда забавляет, что он боится монстров Каких-нибудь там, не знаю Вурдалаков Сейчас уже современные идут персонажи Это там Слайдермен или как его такое Ну, короче, герои Супергерои Страшные А, я поняла Веном У него игрушка любимая Майнкрафт Которую, кстати, в России запретили Не понимаю, почему Но больше как конструктор Майнкрафт не продают Вот И там всякие Свинозомби Но боится он, как правило, призраков Он боится каких-нибудь Слайдов Где он о нем услышал Я не понимаю Может, в каком-то мультике Промелькнул этот персонаж Вот, собственно Людей не боится совсем Я говорю, Матвей Доверяет Да, надо все-таки побаиваться Больших дядей, тетей больше Чем монстров и вурдалаков Доверять нам, проверять Потому что вы знаете, да Что вроде как родители всегда детей учат Не садись в чужую машину Не иди за дядей Но когда стали это проверять Только один ребенок не пошел А, то есть с доверием Все остальные пошли А они умеют заманивать Там шоколадкой, конфеткой, котятками Они понимают Вот как подойти к ребенку Вот, особенно лица теплые Слушай, с одной стороны Ну, я к тому говорю Что, собственно, вот этих вот монстров Вот он боится больше, чем Дядя с конфеткой Понятно, знакомых людей У нас небольшая пауза сейчас рекламная Друзья, и мы скоро продолжим Быть с нами Друзья, у нас в гостях по-прежнему Ирина Забияка Группа Чили И мы готовы уже вам презентовать новую работу Которая называется «Моя гитара» Ну, через минут пять Сначала поговорим о ней Ира, ну рассказывай Что это Кто песню написал Кто клип снимал Где снимали Давай Колись Песню написал Сергей Карпов Да Клип снимал Сергей Ткаченко У меня, видите Сереги Сереги у тебя Да, да, да Снимали в Москве В Амедиа Павильоны Вот, собственно Задумка клипа полностью режиссерская Сначала я помню Когда он присылал Первый сценарий Все было очень На мой взгляд Стандартно Я попросила сделать Что-то более такое Артовское Потому что песня сама Она Как моя мама говорит А чем песня? Я говорю Сложно сказать О жизни, наверное О любви Я говорю Нет О природе Я говорю Нет Обо всем Вот И, собственно Писать Стандартный сюжет Про отношения Людей Ну, это Будет Обычно Обычно Ну, это то, что мне нужно То, что тебе нужно Слушай, ну, а ты сама Пишешь вообще сценарии Как-то участвуешь в процессе создания съемок? Или ты корректируешь уже процесс? Нет, если я вижу сценарий Сама Да, вот На голове, как я хотела бы Я его просто доношу Режиссеру После чего С поправками Это все можно сделать Вот Ну, прям вот Сделайте так, как я хочу Тогда надо мне становиться Самой режиссером Брать себе команду Оператора И снимать А это все-таки Должен быть опыт Образование Ну, даже несколько образований Нет, да Конечно, режиссер Он должен понять Что ты хочешь Но в итоге Все равно Может получиться Не так, как ты видишь А как видит он Твой сюжет Ну, да А это может быть Очень большая рана Вот опять Твой совет Что надо Нет, уметь говорить Отстоять свои права Знаете, да, историю вот этих Звездных войнов Когда первые Звездные войны Снимал Как вот Режиссера Фамилия Что была Первый Первый Лукас Первый, первый Самый фильм он снимал Джордж Лукас Да, он его создал Придумал Когда ему говорили Что мы не будем В это вкладываться Потому что это Собственно Фантастика Людям не нужна Не пойдет Она Это детская вообще фигня Не будем это делать И Собственно Чтобы коротко рассказать Он все-таки Согласился Один человек Его И продюсировать И принимать участие Но с учетом того Что тот будет для него Потом писать Много-много разных сценариев И выступать с ним в паре Как режиссер Вот И как он это все снимал Собирал Как у них сгорели все декорации Он сам ходил по свалкам Этот режиссер Никто не верил в этот фильм В эти звездные войны Понимаете Когда уже вот наконец-то Вот пришел этот результат Вот мы сняли этот фильм Он смотрит И ему не нравится Он понимает Что я не дам Этому фильму выпуститься Актриса попадает В автокатастрофу Она не может Дальше сниматься В общем Вы знаете Он преодолевал Нереальное Вот Количество событий И в конце концов Там очень мало кинотеатров Согласили В фильм показать Но В итоге Когда люди увидели Этот фильм Они сказали Вау Это так необычно И этот фильм На тот момент На то время Ответные войны Самый кассовый Он был Самый большой В итоге По сборам Да Он самый кассовый Кроме того Что вот Не знаю Наверное В этой истории Есть то Что нужно верить В себя В свою мечту Вот укреплять веру Понимаешь Вот тут может двояко Иногда Когда столько препятствий Кажется Что это не твоя дверь Ну кажется Что если твое Есть такая картинка Когда В машину Лезет слон Ага И подпись внизу Если вам кажется Что Ваши жизни Сейчас все ломается Все так плохо И ужасно Возможно К вам пытаются Проникнуть Что-то милое Прекрасное А слоник Он же хороший Он безобидный Ну вот В принципе Слушай Ну да Прикольно Новое всегда Приходит через боль Вот не всегда Иногда кажется Что когда твое Оно как-то Раз-раз-раз Раскладывается Понимаешь Вот Ты больше боялся А оно раз-раз-раз Как-то получилось Ну да Бывает Если суждено Если суждено А если суждено Биться челом Понимаешь Что будет биться Укрепляешь веру В свой проект До конца Ну что Друзья У нас композиция Моя гитара Группа Чили Мы сейчас ее Посмотрим Послушаем И потом уже вернемся Еще раз Ироте Зададим вопросы По работе Надо же увидеть Сначала Итак друзья Премьера На стране ФМ Слушаем 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 Нелюбимых На разбитых планет Куски Разлетелись На сколки От тоски Я одна Как луна В небе остров Это солнце Выключаем свет До конца Нажимаем Газ Я пилот Самолета Что усну Навсегда Я поэт Ненавидующий Ритм В этом мире Я построю Свои города Что однажды Станут Домом Моим А моя гитара Слышишь Поет тебе А моя гитара Музыка В тишине Громче звук Сердца стук Все так просто А мы Словно Разбитых Планет Куски Разлетелись На сколки От тоски Я одна Как луна В небе остров Редактор субтитров Планет Артур Типа Артур Артур Типа Артур Артур ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Классно. Ну, ты, говоришь, переживала, да, что пошла немножко или что? Вульгарно смотрится, да, ты сказала? А, я переживала всегда насчет образов, я иногда думаю. Ну так, ты нас слушал просто здесь сиро? Не переживала, просто думала, как будет смотреться, вульгарно или даже, в принципе, так вот не обратишь внимания. Ну, не обратишь внимания, нормально. Смотри, у тебя вообще, ты когда снимаешься, бывают там какие-то актерские типа зажимы, ну, как-то волнуешься, смущаешься? Может только быть, что я не понимаю, чего от меня хотят, из-за этого можешь выглядеть коряво. Я не очень люблю танцевать в клипах. Не любишь? Не люблю, вот мне всегда этот синхрон дается очень сложно. Мне проще самой что-то придумать, а танцоры пусть повторят, нежели мне за ними повторить. Это коряво выглядит. Ты знаешь, я еще помню, когда я сидела в Калининграде, смотрела концерты артистов, смотрела и не понимала. Вот стоит, вот поет девушка, да, какая-то, я уже не помню, с ней танцовщица. Ну, некрасиво ты танцуешь. Ну, вот пытаешься ты сделать этот синхрон. Девчонки-танцовщицы красиво делают, а ты нет. А ты красиво поешь. Зачем ты двигаешься? Встань и стой. И вы знаете, это настолько вот для меня послужило каким-то таким пунктиком в голове, что я, в принципе, когда-то уже вышла на такую сцену, у меня был где-то синхрон в самом начале, когда только Чили появилась, спросили. Ну, и то моя Света, она старалась на моих движениях это делать, потому что она знала, что тогда это будет гармонично. Ну, и плюс часто на концертах таких, которые снимаются, я на каблуках, а на каблуках я двигаюсь, ну, я бы не сказала, что это некрасиво. Потому что мне всегда очень сложно стоять на каблуках. А вообще в планах у тебя есть мысли такие, может быть, пойти поучиться куда-то, получить какое-то образование, что-то новое или нет? Уже нет. Нет? А было желание? Ну, вот прям сегодня, вот сейчас, нет, завтра, может быть, что-то появится. Порой бывает, что мне того-того-того не хватает, я хотела бы туда-туда. Нет. Вот прям вот пойти пять лет учиться, нет. Мне, например, было интересно психиатрия в разделе медицины. Да? Психолог. Психиатрия. Психолог — это вот эта болтовня, это вот это всё вот. Психоанализ — это уже как бы более высокий уровень, это реально сильное классное. Терапевтом ещё можно быть, да. А психиатр — это тот, кто прям сидит с мозгами разбираться, с отклонениями, шизофренией. Вот это вот интересно. Почему? Мне всегда было интересно, но почему? А то, знаете, как шутка в последней арене появилась. Почему, когда мужчина считает себя Наполеоном или, не знаю, там, собакой или ещё, его, значит, сажают, начинают лечить. А если он считает себя женщиной, его права начинают защищать. Ну, по-моему, да. Ну, тебе, кстати, очень подойдёт. Мне кажется, тебе очень подойдёт. Нет, мне вот именно было интересно не столько, наверное, больше, как вот психиатрия, она всё-таки имеет небольшое отношение к строению мозга изнутри, нервное окончание и прочее, какая доля, за что отвечает. Вот мне вот такие вещи интересны. Ну, понятно. У нас не так много времени остаётся. Почему, если отключить там какую-то часть? Да-да-да, то человек вместе с болевыми ощущениями теряет и рецепторы удовольствия. От психиатрии к Новому году какие планы? Как будешь отмечать? Планы, ёлочка. Здесь, в России. Или какое-то грандиозное путешествие впереди. Опять горы, зима нет? Нет, горы я не поеду. Скорее всего, я буду здесь. Мне есть чем заняться. Поэтому пока такие планы оставлю. Но потом... Но я человек спонтанный. То есть, видимо, вот так всё может случиться? Завтра может всё измениться. А бери, это дороже тогда, знаешь ли. Да, здесь уже это об этом. У меня мили есть. Накопленные. Накопленные. Предварительно. Да, трудом. Я просто, знаешь, почему я тебя спросила поучиться? Сейчас вот много же гостей к нам приходит, твоих коллег в частности. И вот сейчас какая-то тенденция, что ли, люди хотят захватывать. На тренинги ходят, да. День говорят, что они такие невероятно уникальные. Какого-то богу успеха. Я не думаю, что уникальности свои, они приходят, а делать на самом деле ничего не умеют. Я сейчас очень много таких вот педалах, которые будут падать с огромной... Высоты? Высоты, да. Я против тренинга, в принципе. Ну, это моё, это я. Я субъективна. Ну, конечно, вот сейчас пойдёшь психиатром, станешь, будешь потом после этих тренингов лечить. Конечно, если они человеку помогают выбраться из сложнейшей ситуации в жизни, а, как правило, все ситуации сложные, связанные с самокопанием, то ради бога. Но дальше уже ты должен сам понимать, куда идти. Никто не укажет, не покажет, и ничего за тебя не сделает. Ира, спасибо тебе огромное. Пожалуйста. Мы тебя поздравляем с наступающими праздниками. Ты большой молодец. И всегда интересно с тобой, вы серьёзно. Спасибо тебе за твою гармонию. Да, пожалуйста, бери. Дотащишь. Отчитываться перед моим руководством, будешь сама, ладно? Спасибо. Ирина Забияка, группа Чили была у нас в гостях. Пока.